Итак, начнем. Первое. Прежде чем прийти к этой торговле, я столкнулся с кучей сложностей, как и вы наверняка. Причем слово «куча» здесь такое очень актуальное. С кучей сложностей, и в первую очередь это импульсивные реакции, это недисциплинированное поведение, это саботаж сделок, это постоянный переход с одного таймфрейма на другой, это увеличение риска, это передвижение стоп-лосса в более убыточную сторону, увеличение стоп-лосса. И много-много всего того, что происходило, что сейчас я уже даже вспомнить не могу. То есть абсолютно бесперспективное пребывание у экрана, прохождение тренингов, поиск различных курсов, методик, и когда уже у тебя ничего не получается, ты готов клюнуть на любую херню, которая обещает 100% прибыльный сделок, безубыточный трейдинг и так далее. Я начал сам копаться, долгое время я посвятил тому, что целыми днями сидел у экрана и искал, скажем так, варианты, как я могу привести свой трейдинг к дисциплине, сделать свой трейдинг последовательным, по шагам, потому что я понимал, что причина, почему я импульсивный, эмоциональный, я не до конца знаю правый край графика, что мне нужно делать, я не знаю, что сделает цена, но я должен знать, что мне делать. То есть как мне отследить определенные рыночные закономерности, чтобы действовать каждый раз одинаковым образом и быть уверенным, когда я принимаю решение. У правого края графика, потому что правый край графика всегда неизвестность, то есть как мне в условиях неопределенности быть определенным, то есть иметь свои четкие правила. И я начал формировать свой подход и впоследствии назвал его кластер-трейдер, позже торговая система кластер-трейдер. Я следил за рынком и нашел несколько закономерностей, которые каждый раз повторяются на графике, когда происходит резкое движение вверх, то есть тренд и разворот. Я подумал, что если я это смогу автоматизировать, этот подход, и тогда я смогу правого края графика действовать более объективно. Почему? Ну потому что если я это автоматизирую, робот будет каждый раз находить для меня одинаковые картинки, показывать мне одинаковые ситуации. Таким образом я смогу действовать одинаковым образом, минуя свой субъективный взгляд на вещи, субъективную оценку, то есть минуя, я чувствую, что рынок сильный, или я думаю, что он пойдет туда, или мне кажется, что здесь опасно покупать. Есть такого рода рассуждение. Это внутренний диалог, который ведет к убыточности, потому что ты чувствуешь и думаешь каждый раз по-разному. А что если я буду ориентироваться только на то, что я вижу, и вот только этому придавать значение? Что я вижу, что это значит, и что я буду делать? Вот это как раз легло в основу моей торговой системы Кластер Трейдер. Ага, то есть у нас уже что-то появляется, что-то твердое, на что мы можем опираться. То есть мы уходим от чувств, от чувств принятия решений в момент торговли. Это не значит, что ты должен быть законсервированный, как робот, я не знаю, нет. Мы уходим от чувств в момент принятия решений, потому что это невозможно торговать от чувств, от ощущений, от желаний и зарабатывать деньги стабильно в трейдинге. Это методичный процесс, последовательный всегда процесс. Единственный вопрос, как я могу это упорядочить, как я могу привести к постоянству вот этот правый неизвестный край графика. Это не значит, что я должен торговать всегда. Да, это значит, что когда мои критерии совпали, мы сейчас о них поговорим, тогда я действую. То есть если мои критерии совпали, если я вижу, то я действую. И это уже объективно, это уже твердое, это уже что-то. И я стал ориентироваться на два состояния рынка. Это тренд и это разворот. И теперь ключевой вопрос, Аркадий, а как выглядят все тренды хорошие и как выглядят все развороты хорошие? Я начал это исследовать и нашел закономерности, которые в дальнейшем автоматизировал. И в основу моей концепции и моей торговой системы поиска разворотов лег вот этот сигнал TC-Cell и TC-Buy. Что такое TC? TC это две буквы, T и C. Означает trend change, то есть изменение тренда. И вот это очень важно понимать, что с помощью этого индикатора я могу определять объективно точки начала тренда и точки разворота. То есть он, скажем так, дуальный, да, то есть и отвечает за тренд, и отвечает за разворот. Сейчас не надо об этом думать, как это выглядит, мы чуть позже до этого дойдем. Я постепенно подвожу к тому, как появилась торговая система и из чего она уже состоит. То есть в основе лежит вот этот TC-Cell сигнал и TC-Buy сигнал. У вас есть наверняка вопрос, Аркадий, а что из себя представляет этот TC? Вот какая у него формула, на чем он основан? Этот сигнал основан на моментуме, измерении скорости изменения цены и других критериях, которые заложены в этот индикатор. Сумма этих критериев выдает нам сигнал TC-Cell или TC-Buy. И вот я стал замечать в закономерности, когда этот индикатор уже, скажем так, появился на графике в виде стрелок. Я стал замечать в закономерности, что когда рынок трендовый, то есть идет вверх, мы чаще всего TC-Cell сигнал не видим, и цена идет дальше. Цена растет. И то же самое, когда мы видим нисходящий тренд вниз. Мы пробиваем, вот вчера, давайте вот так отмотать, TC-Buy, 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 TC-Buy. Я заметил эту закономерность, она была настолько явной, настолько очевидной, что я понял, вот она зацепка. Вот он шанс стать прибыльным, дисциплинированным, последовательным торгой по тренду. То есть, один, скажем так, пазл во всей этой картине, в картине прибыльной торговли. Угу, отлично. Вот у меня есть что-то уже твердое, и я могу заключить это в некие рамки. А именно, если я вижу TC-Cell, и цена пробивает его максимум вверх, естественно, да, то это означает, что у нас большие шансы продолжения тренда вверх. То же самое мы можем сказать, если цена пробивает TC-Buy. Бай, Бай не видит его, то большие шансы продолжения тренда вниз. Супер. И вот у меня уже есть так называемые тенденции, закономерности. Вот это очень важно, чтобы вы в своем трейдинге это поняли. Если нет, берите кластер трейдер и внедряйте свой, на своих инструментах, своих символах. Тенденция, это закономерность, это то, как цена себя ведет абсолютно на любом рынке, любом таймфрейме, это универсальная формула. Вот что для меня была главной задачей создать универсальную формулу. Не то, что вот она только здесь работает, или только здесь, а применимую абсолютно к любому рынку, к любому таймфрейму, куда бы я ни перешел, 5 минут, daily, h1, например, я тот же самый график открою дневной и увижу те же самые закономерности, когда мы не видим TC Sell, цена преимущественно идет вверх. Когда мы не видим TC Buy, цена идет вниз. Понятно, в масштабе дневного графика это все происходит гораздо дольше, но суть от этого не меняется. То есть та же самая закономерность, я могу записать первое правило. Если цена пробивает максимум TC Sell, то я ожидаю движение вверх, если TC Buy, движение вниз. И вот здесь может у трейдера быть такой момент, что Аркадий, ну как это же Sell, вроде надо селить, продавать или TC Buy надо покупать. Да, это тоже используется, но это в разворотной торговле. Ведь если разворот не работает, то есть, например, мы видим TC Sell, ожидаем падение, то что работает? Тренд. То есть концепция вот такой обратной торговли, вот по привычным нам сигналам, если Sell, значит вроде как Sell, а я применяю это как Buy, понимаете? Она очень эффективна, то есть по факту своей же сигналы ты применяешь наоборот. Это очень круто работает. Но это я понял, когда уже вот стал более детально изучать свою систему. Сейчас мы подходим как раз вот к главному, почему называется система Cluster Trader. Но я понял, что один в поле не воин, и что TC Sell или TC Buy – это очень крутой индикатор, который реально может выявлять точки усиления тренда, но все равно мне нужны, скажем так, определенные параметры фильтрации этого рынка, точнее этого сигнала. То есть как я могу сократить количество убыточных сделок и, например, больше прибыльных получать или ловить более большие тренды? И я добавил еще один индикатор уровней поддержки и сопротивления – базовый индикатор. Прямоугольники красного и прямоугольники синего цвета. И в дальнейшем уже, когда я стал изучать уровни поддержки и сопротивления, я остановился на том, что мне нужно использовать уровни со старшего графика. Возьмем в качестве примера торговлю на минутном графике. У меня есть стрелочные сигналы и есть уровни поддержки и сопротивления, но уровни со старшего я беру с 30-минутного графика. С М30, то есть вот эти прямоугольники, которые вы видите на минутке, они построены с 30-минутного графика. Вот здесь видно РС М30 и здесь САП М30 поддержка. Таким образом, я имею информацию с 30-минутки по поводу ключевых уровней и информацию на минутки ТССЛ. Логика торговли уже начинает формироваться. У меня появляются два абсолютно объективных критерия. Это ТССЛ, ТСБАЙ и красный-синий уровень сопротивления и поддержки. И это на 100% объективно. Либо я вижу, либо нет. Таким образом, если я вижу, например, пробой уровня, какого? Красный прямоугольник пробили. И затем я вижу, что пробили ТССЛ, то это указывает на резкое ускорение тренда вверх. Теперь у нас есть два критерия. Базовых, банальных, но суперэффективных. Мы объединяем и структуру рынка, и так называемый моментум. В дальнейшем я понял, что самые топовые сигналы будут там, где, скажем так, у меня более выгодный вход в рынок с точки зрения того, сколько я могу заработать у моего стопа. Я добавил в дальнейшем уже в свою торговлю вот эти точки волатильности. Тоже объективные. Они строятся на основе волатильности, на основе определенных значений Фибоначчи, последовательности Фибоначчи, чисел Фибоначчи. И они выглядят на графике, как белые и черные точки волатильности, потому что они основаны на волатильности. Это динамичные уровни поддержки белые и динамичные уровни сопротивления черной точки. Я понял, что цена чаще всего после вот этих первых двух условий пробоя красного уровня сопротивления СМ-30 и пробоя ТССЛ пытается к этим точкам вернуться. Чаще всего, что дает мне очень точный вход и хорошее соотношение тейка к стопу. И после очень долгого времени, скажем так, когда ты прорабатываешь разные периоды, настройки, оптимизируешь, я вот пришел именно к этим настройкам. Я понимал, что любая коррекция после вот этой последовательности, давайте мы ее запишем, это настолько критично. Если мы начинаем, что если? Если я вижу, вот именно в такой последовательности, я вижу пробой уровня, какого уровня, уточняем, например, сопротивления, не должно быть серых углов никаких. Еще раз, вот эта система продукт очень долгих, мучительных, скажем, попыток найти что-то твердое в трейдинге. Куча перепробанных методик, курсы пройдены. Большинство из которых полезные, но неприменимые в практическом ключе, я имею в виду. То есть ты знаешь, что это круто, там уровни знаешь, паттерны знаешь, но именно чтобы ты мог применить и реально из этого построить какую-то методику свою, нет. Это все было так достаточно размазано, размыто, а здесь на 100% объективно. И если я вижу пробой уровня сопротивления М30, то я жду, что я жду дальше, то я жду TC-Cell, то есть мне нужно двойное подтверждение, да? Ведь если мы пробиваем уровень сопротивления, ожидается движение вверх. Но может быть куча ложных пробоев, поэтому мы добавляем TC-Cell, подтверждающий силу давления покупателей, потому что если мы Cell-сигнал не видим, быки давят. 30-минутку пробили, быки давят покупатели, пробили TC-Cell, быки давят. То есть двойное подтверждение. Если я вижу пробой уровень сопротивления, то я жду TC-Cell, это важно, Cell-Cell и пробой TC-Cell. Есть ли здесь серая зона, непонятная зона? Нет. Я могу это на любом графике отыскать, на любом рынке, любом таймфрейме. Но это связка для минутного графика. Например, M1 и M5. M1 это и M5. Если трейдер не торгует на M1 и M5, он берет другой таймфрейм и просто вместо 30-ти минутки ставит другой уровень в настройках. Мы сейчас до него дойдем, чтобы мысль не сбивать, не будем пока в настройки лазить. Сейчас я хочу, чтобы вы поняли логику, потому что профессиональный прибыльный трейдинг это очень логичный трейдинг, построенный на определенных, скажем так, критериях входа в рынок или, как я это называю, случаи для входа в рынок, которые объективные, которые я вижу, не думаю, не чувствую, вижу, могу взять, пощупать, и тогда я могу это повторить снова и снова. Теперь, если я вижу пробой уровень сопротивления M30, то я жду TCSL и пробой TCSL. Есть. И затем я понял, что если покупать сразу, вот здесь, например, пробой TCSL, это круто, но мне потребуется более широкий стоп. Почему? Потому что после этого я заметил, что формируется коррекция. То есть, опять, какая закономерность на рынке существует? Таким образом, коррекция, коррекция к точкам волатильности, к точкам волатильности, они называются еще FIBDATS, их оригинальное название, мое название, это все авторские индикаторы, FIBDATS, и с определенным периодом, он уже настроен, его не нужно менять. Коррекция к FIBDATS здесь важно подчеркнуть, если мы покупаем белым, сейчас мы говорим про покупки только. Выдем здесь, и вот совсем недавно, идеальная коррекция к точкам волатильности. То есть, мы вот эту зону определяем, как зону BUY. Нам не надо, чтобы цена тикнула или прям коснулась, это глупости абсолютно. Мы определяем это как зону, мы определяем это как зону, мы определяем это как зону, зону BUY. То есть, у нас есть два ключевых критерия, которые определяют состояние рынка, давление покупателей, сил покупателей, потому что все, все сильные тренды вверх будут выглядеть таким образом. Всегда будет пробиваться TCF. И наоборот, если вниз, если мы возьмем вниз, давайте вчерашний тренд. Вчера я сделал 20, почти 25% торгуя иены. Я торгал фунт иену, валютную пару. И вот на таком тренде, опять же таки, основываясь на этих критериях. И вот смотрите здесь. Пробой TC BY, коррекция к черным, пробой TC BY, коррекция к черным, коррекция к черным, коррекция к черным. Есть. Теперь у нас есть четкие правила работы. То есть, мы знаем, что если я вижу пробой уровня сопротивления, то я жду по TCF, пробой TC, коррекцию к белым точкам и к FibDats, да, белым точкам, и покупаю. И потом я взял кучу графиков, сформировал роботов под этот сигнал, начал тестировать за 10 лет, моделировать, и я понял, наконец-то, какие правильно настройки использовать. Сейчас мы к ним как раз переходим. Мы нажимаем правой кнопкой мыши, список индикаторов, кластер трейдер. Я думаю, что теперь вы понимаете, почему система называется кластер трейдер. Кластер это скопление, условий, объединение нескольких условий, которые лежат в четкой последовательности, которые я вижу на графике. Это очень важно. Это единственное, что может привести вас к прибыльной торговле. Потому что это влияет на образ мышления. Мы начинаем видеть не чувствами, принимать решения о картинками. Вот в чем основное преимущество автоматизации торгового процесса. Теперь откроем кластер трейдер. У меня две версии про и бейсик. Мы сейчас не будем разбирать, в чем разница. Позже. Сейчас мы идем вот к этому сигналу, как раз он в самом верху, TC Buy Sell, с которого, собственно говоря, вся моя система и началась. Здесь уже есть определенные настройки. Их трогать не надо. Вообще не надо трогать. Это самый оптимальный, годами протестированный, ни одной сотни трейдеров. И все равно приходили к этим настройкам. Здесь ничего трогать не надо. Вы можете единственное, что включить, чтобы было уведомление, alert, когда, например, появляется TC Sell, чтобы был аудиоалерт. И когда TC Buy, аудиоалерт, если вам это требуется, или отключить, то есть поставить False. Все, цвета вы можете поменять, естественно, и можете отключить, например, текстовые метки, нажать False, чтобы, например, только стрелка была без надписи. Ну, потому что так понятно, что это Sell, да, это Buy. Тоже можно сделать. Все остальное здесь менять не нужно. Все уже сделано, готово. Это в MetaTrader 4 и в MetaTrader 5. В обоих терминалах все одинаково, ничем не отличается. Идем вниз. Идем вниз и доходим до уровня поддержки, а потом к точкам волатильности перейдем. Вот они, уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления. Здесь мы строим уровни, как я говорил, для минутки с 30-ти минутки и для 5-ти минутного графика с 30-ти минутного. Но если мы не торгуем на 5-ти или на минутки внутри дня, мы просто меняем это на, например, H4, если мы торгуем на H1. Таким образом, уровни будут построены для часового графика или для 30-ти минутного графика с H4. И вот в такой пропорции, если вы торгуете еще более старший таймфрейм, вы берете, соответственно, дневной график для 4-х часового графика. И если вы торгуете на дневном, вдруг вы берете недельный график. Вот и все. Одну настройку поменяли, сохранили шаблон. Все остальное, цвета, вы здесь сами видите, можно толще, уже, чуть пошире зону сделать. Это все уже детали, которые вы изучите уже на внутренних, скажем, тренингах. Сейчас я не думаю, что есть смысл об этом говорить. Уровни есть. Теперь идем сюда наверх и попадаем в уровни волатильности. Это как раз вот эти точки черные и, соответственно, белые. Здесь тоже уже все настроено по умолчанию. Вы можете поменять цвет. точек. Да, если вам не нравится белый на buy и черный на sell, то можете изменить или фон поменять. Все это, естественно, настаивается. В плане цветов никаких ограничений нет. Все, здесь тоже все готово. И вот здесь у нас рисовать точки волатильности FibDats. Да, период. Это настройки, код значка, настройки вот этих самих точек. Они могут быть побольше, разного формата. Это уже такие детали. Я вот нашел, что визуально мне проще именно вот таким образом точки волатильности, скажем так, чтобы они были на графике, да, так удобнее. Они не большие, не маленькие, оптимальные. И все. Есть, да? Все. Вот это основа, фундаментальная основа торговой системы кластер, трейдер. Но я пошел дальше, естественно, и мне нужно было разработать правила, скажем так, входа в рынок. То есть риск-менеджмент и money-менеджмент. На чем бы он основывался? Я понял, что самая правильная формула для меня, потому что я торговал разные рынки, риск-менеджмент и money-менеджмент, это брать процент от депозита. То есть брать определенный процент, например, один процент от депозита или два процента от депозита. Но сделать это каждый раз, рассчитывать самому, это неудобно. Лучше всего это сделать робот. Поэтому я начал создавать робот-советник, который бы рассчитывал для меня процент риска и стоп-лосс и тейк-профиты. То есть у меня есть вот она база, я знаю, что коррекция к белым точкам это buy, коррекция к белым точкам это buy, чуть позже уже возможно даже в будущих тренингах мы детальнее копнем в какой момент здесь buy. Сейчас я даю вам общее представление о том, что представляет из себя торговая система Cluster Trader на самом базовом уровне, на самом вот примитивном простом уровне. Есть, да? Теперь давайте откроем советник ATM. Это уже такой эволюционный советник, потому что у него было очень много обновлений, он каждый раз мы его улучшали в плане функциональности, но мы будем сегодня говорить про базовые настройки. И первые настройки это риск в процентах от депозита, то есть, проще говоря, стоимость вашего стоп-лосса, то есть, сколько ваш стоп-лосс будет стоить. То есть, если вы получите, например, убыток максимальный, это не лот, вот здесь, а это процент риска от капитала. Соответственно, 2% либо 1. И эта универсальная формула, во-первых, она динамичная. Депозит растет, объемы растут, депозит снижается, там или у тебя просадка, объемы тоже снижаются, то есть, ты постоянно балансируешь, и это очень круто. Более того, эта формула применима к любому рынку, то есть, под любой рынок робот подберет оптимальный объем, понимаешь, что максимальный риск у тебя вот такой. Никаких туда-сюда там перепадов, максимум на 0,0, там, несколько сотых, может, процентов, будет разница, там, учитывая проскальзывание, да, рыночные, вот эти спреды и так далее, это понятно. То есть, риск, здесь мы один раз, ведь в чем соль, ты один раз вот это рутинный процесс заложил вот сюда, да, записал, и все, и каждый раз, нажимая на кнопку сел или бай, робот рассчитывает, тебе не надо каждый раз к этому возвращаться, каждый раз ломать голову, какой мне лот брать, какой объем, да, где стоп, где тейк, как раз к этому подходим. Теперь, собственно говоря, стоп лосс, тейк профит. Я понял, что на самой, попробовав разные варианты, кто-то использует стоп лосс, по, скажем так, в пунктах, 10 пунктов стоп, кто-то берет стоп лосс, там, за уровнем, или за максимум, за минимум масса вариантов. Но есть универсальный тоже способ, то есть моя задача постараться сделать более универсальный метод, который можно было применить к любому рынку, и который был бы в то же время очень эффективен. Я внедрил в эту формулу, в этот советник, ATR, то есть индикатор ATR, который рассчитывает волатильность, и основан на волатильности, и расчет стоп лоссов, тейк профитов происходит автоматически в зависимости от волатильности. Если рынок активный, волатильность широкая на рынке, все двигается, все летает, то стоп лосс будет побольше автоматически установлен. Если волатильность такая узкая, то есть свечки маленькие, то и стоп будет поменьше. То есть здесь стоп лосс восстанавливается на основе волатильности и берется с коэффициентом 3. Например, вот средняя волатильность за вот этот диапазон, скажем, средний диапазон свечи, да, вот на этом отрезке составил, ну, скажем, 10 пунктов. У меня стоит коэффициент 3, да, соответственно, 10 робот умножить на 3, 30 пунктов будет стоп при покупке, например, да, если я где-то здесь у белых точек куплю. И, соответственно, 40 пунктов будет тейк. Эта пропорция, она оптимальна, ее можно менять, ее можно, скажем так, модифицировать, но не сильно, потому что это оптимально. И вот здесь мы подошли еще к одной, немножко отойду в сторону, проблеме трейдера, которая заключается в том, что, во-первых, он любит ставить тейк-профиты на Луну, потому что прочитал хорошие книжки, посмотрел хорошие тренинги, ставь тейк 10 к 1. И все, и все проблемы твои решатся, и тогда тебе достаточно будет 20% прибыльных сделок, чтобы ты стабильно зарабатывал на рынке. Но на самом деле это не так. Почему? Потому что рынки так не ходят. Рынки не ходят по 10 к 1, и тебе нужно быть невероятно точным именно в таких вот решениях, которые приводят к 10 к 1. Но на рынке таких очень мало движений. И в итоге в большом количестве сделок, которые цена идет в твою сторону, скажем, там 2 к 1, ты не будешь фиксировать прибыль, то есть не будешь брать прибыль с рынка и в итоге терять деньги, потому что ты ждал, что пройдет еще больше. Вот это совершенно неверно. И лучшее, что вы можете делать, это использовать вот те формулы, которые здесь прописаны, со средним соотношением 1.5. Это оптимально. Но возникает другой вопрос, Аркадий, ну окей, я купил, скажем, ну доллар, вот иену, минутный график, я вот здесь купил доллар, иену, или здесь купил доллар, иену, или здесь, неважно. Купил доллар, иену, и взял прибыль там 2 к 1. У меня было там 10 пунктов стоп, 20 там тейк, и все. А цена еще идет, что мне делать? И вот как раз для таких целей существует у нас еще одна позиция, когда мы добавляем еще один ордер, то есть мы открываем две позиции, получается, что когда тейк профит первой позиции срабатывает, стоп лосс второй позиции, робот подхватывает и двигает по белым точкам, то есть они выполняют и еще одну роль, как трейлинг стоп, не только как место покупки по тренду на коррекцию, но и как трейлинг стоп, таким образом, пока цена растет, робот будет двигать твой стоп по точкам волатильности, вот здесь мы видим период точек волатильности, вот здесь период трейлинг стоп, то есть трейлинг стоп для позиции 2, если сработал тейк профит позиции 1, да, таким образом, ты уже забрал прибыль, первую часть, заплатил, как я часто говорю, своей жадности, да, и своей там неуверенности, с сомнением, и дальше ты уже чувствуешься более комфортно, потому что у тебя уже есть прибыль в кармане, и если рынок растет, то робот автоматически двигает стоп-лосс по точкам, пока цена идет, ну вот, например, взять нам вчерашний график иены, доллар иены, вот вчера, кстати, если вы пропустили, я записывал видео, где в реальном времени это все происходит, и вот смотрите, вот здесь, например, трейдер зашел и пошел по точкам, там есть еще определенная функция отступ, да, от точек, чтобы не вылететь вот таким касанием, то есть до пробоя точек практически трейдинг стоп, это очень удобно, и это позволит участвовать в самых больших трендах, они не будут каждый день, но когда будут, такая возможность у трейдера появляется, чтобы ловить тренды, все, формула расчета здесь идет по ETR, по умолчанию, вот если я сделаю сброс, вот по умолчанию, вот они настройки, дальше уже с опытом может трейдер модифицировать, либо оставить как есть, я для себя сделал немножко такой, скажем, индивидуальный блок настройок для меня, для моей личности, для моей индивидуальности, да, потому что я разработчик этого и торгую очень много времени, и понимаю все-таки, скажем так, какие-то моменты, да, для себя именно, для своей торговли, делая вот так, или оптимизируя вот так, я могу действовать лучше, то есть это уже такой опытом продиктован, но общая формула, она подходит для всех трейдеров, она универсальная, универсальный расчет объема, сам трейдер может прописать любой процент сюда, причем для двух позиций, вот здесь позиция 2 и позиция 1, и робота откроет сделку по нажатию кнопки, более подробно, естественно, все это на обучении мы разберем, на тренингах, сейчас у нас нет такой задачи, прям погрузиться, скопать все, я хочу, чтобы вы поняли, от чего я шел, да, первая моя стартовая точка, почему я стал это автоматизировать, и почему вам это лучше сделать, и почему вам использовать автоматические методы, и как я вот пошагово, да, то есть, чего все начиналось, и так более, идем по ступенькам вверх дальше, есть, да, то есть, мы определились с правилами входа, мы уже имеем риск менеджмент, да, здесь можно добавить, что процент от депозита, и стоп-лосс, тейк-профит, мы берем и TR, то есть, мы стараемся сначала, вот то, что было как раз сначала, сделать максимально все просто, не нагромождать, не пробовать все варианты, и так я могу, и так я могу, один вариант, и его поставить на поток, есть, вот что касается трендовой торговли, но я понял, что трендов на рынке примерно, без малого там, скажем, 25% времени у нас на рынке есть тренд, 25% рынок трендовый, то есть, находится в фазе тренда, все остальное время у нас 70, без малого, наверное, тоже 75, ну, возьмем так, 70-75% это флэт, боковик, неопределенность, боковик, то есть, рынок неустойчив, и возникает вопрос, как я могу в этих условиях торговать, и вот главный вопрос, какие закономерности на рынке я наблюдаю, когда боковик, то есть, что лучше торговать в боковике, развороты, поворотные точки, а как они выглядят, то есть, мы определились, и мы точно знаем, как выглядят все сильные тренды, и теперь вопрос, а как выглядит боковой рынок, как я могу участвовать там, зарабатывать деньги, торгуя боковике, и здесь на помощь пришел тот же самый сигнал, TC, TC-Cell, и TC-Buy, уровни поддержки и сопротивления, и еще одно очень важное знание, которое потом я автоматизировал, это паттерны, двойная вершина, двойное дно, слабое, точнее, слабое дно, слабая вершина, двойное дно, двойная вершина, разворотное дно, разворотная вершина, это полностью автоматизированные паттерны, и возникает вопрос, что означают эти паттерны, двойное дно означает разворот вверх, двойная вершина, разворот вниз, Слабое дно разворота вверх, слабая вершина разворота вниз. Теперь мне нужно из этого сделать кластер, то есть объединить таким же образом, но в свою цепочку, соответствующую развороту. Соответствующую тому, как выглядит разворот. Отлично. К чему я пришел? Я пришел к тому, что все лучшие развороты происходят возле ключевых уровней. Вопрос второй. Что я вижу возле ключевых уровней? Давайте посмотрим на график. Вот здесь. Давайте вот так. Смотрите. В первом случае мы говорили с вами про тренд. То есть, если я вижу пробой уровня сопротивления, то я жду TCSL, пробой TC. Круто. Теперь по-другому. Если на разворот, если я вижу, вот это слово будет ключевое, я вижу тест уровня сопротивления. Тест уровня сопротивления. Формулировка. И вот эта формулировка, она является направляющей. То есть, тест уровня или пробой уровня. Пробой уровня значит buy. Тест уровня значит разворот. Понимаете, да? То есть, это сразу создает вот эту, как я говорил в начале, дуальность. То есть, вилку. Все. Ты куда-то идешь? Куда идешь? На разворот? На разворот идешь или идешь по тренду. Если я вижу тест уровня сопротивления, здесь понятно тоже M30. То что я жду дальше? Подсказывайте. Что я жду дальше? То я жду TCSL, конечно же, потому что уровень сопротивления sell. Тест уровня. Значит, цена коснулась уровня. Это означает, что этот уровень я хочу продать. То есть, те же самые условия, только немного в другой последовательности. Понимаете? Насколько это удобно и круто. TCSL. То я жду TCSL. Сигнал. А здесь мы видим, кстати, тоже. Вот здесь. Здесь просто вообще топ. Идеально. Но мы не рассматриваем. Это тоже важно, что прям именно мы должны коснуться уровня. У нас всегда есть зона. Область. Вот уровень сопротивления. Вот там уровень поддержки. Зона. Рассматриваем. Понятно, что если где-то в середине, но вот как здесь нам это неинтересно. Нам нужно, чтобы ближе было в идеале, конечно, чтобы прям вот вплотную. Но не всегда это будет так, как мы хотим. Это и не нужно. Так рынок вообще не ходит идеально. Так вот. Если я вижу тест уровня с сопротивлением 30, то я жду TCSL. Если появился TCSL, если появился TCSL, то что я жду дальше, то у меня появляется вариант. То TCSL, да, например. То TCSL. То есть я нажимаю на советнике кнопку SELL, он рассчитывает Stop, Take, все выставляет. Готово. Вот базовая формула. Но мы можем пойти немного дальше, добавив сюда фильтр. Фильтр. А какой тренд? Фильтр. Тренд. То есть это сделка, комбинация с преимущественно в направлении рынка или против рынка. Достаточно уменьшить график, посмотреть, откуда пришла вот эта цена. То есть по левую сторону. Сверху. То есть тренд абсолютно нисходящий. Соответственно, это SEL. Это SEL с трендом. Посмотрите, как вот вчера график валютной пары доллар-иена выглядит. Он в начале дня дает тренд, тренд, тренд. Идеальный повод этой формуле. А потом развороты. И все в одном направлении. Хоть я и сказал, что разворот, торговля на разворот, но это не торговля, а контртренд. Я сказал разворот. Я не сказал контртренд. Контртренд – это когда ты пытаешься вот здесь купить, вот здесь купить, вот здесь купить, вот здесь купить. Это круто, но это будет давать маленькую прибыль. И много будет лоссов. То есть нас не интересует вот это. Потому что, во-первых, здесь нет уровня. Во-вторых, это контртренд. Нас интересует разворот. а по-другому я скажу точка окончания движения мое любимое слово . окончания движения . окончания движения . окончания движения . окончания движения это с трендом да здесь можно использовать какие-то другие приемы определения тренда на самый простой просто посмотри налево откуда пришел рынок сверху или снизу все и ты понимаешь что это сделка преимущественно с трендом на сейчас он боковой рынок соответственно раз он сейчас боковой у тебя идеальные шансы торговать от уровней селл от уровней селл тест уровня 1 тисисел 2 short тест уровня 1 тисисел 2 шо тест уровня 1 тисеба контур тренд это более агрессивная покупка несмотря на то что здесь уже рынок стал балансировать формировать уровень поддержки это более агрессивный бой да или нет сто процентов до поэтому ты можешь таки нет торговать отдать предпочтение этим ситуациям таким образом даже торгуя поворотную точку на разворот ты будешь и можешь торгать более с трендом чем контур тренд потому что пытаться ловить эти падающие ножи в условиях когда рынок горячий это бесперспективно а вот то поворотные точки в условиях как я сказал боковика вот это очень круто работает теперь бывает ситуация когда у нас формируется еще уровень и не уровень а паттерн очень частая ситуация вот здесь разворотная вершина вот здесь двойная вершина проверю да если я вижу я вижу двойную вершину слабую вершину разворотную вершину то все это селсал самусел смотрим то добавляю объем например то есть у меня и так все критерии идеальный но если еще и появляется паттерн возле уровня паттерн возле уровня по тренду у сопротивления селсал могу нарастить объем увеличить позицию более глубоко мы будем изучать паттерны на обучение по торговой системе на онлайн торговли это не тема сегодняшнего видео сейчас я хочу чтобы поняли еще раз начальный уровень и вот как все постепенно происходило и вот как раз мы подошли к тому чем отличается кластер трейдер про от базовой версии она как раз отличается вот этими автоматическими паттернами дно и вершина ключевые различия потому что в базовой версии вот этого раздела вот этого раздела и вот этого раздела нет все остальное одинаково вот ключевое различие в автоматических паттернах когда робот сам находит под таким образом я пришел к последовательной дисциплинированной уверенной что самое главное и ясны для самого себя и для моих дальнейшем уже когда это стало публичным до трейдер могли это купить для моих студентов торговля стала более прозрачной торговли стала более уверенной с меньшим вот этим вот постоянно национальными какими-то качелями трейдеры перестали торгать импульсивно то что они знают если то если я вижу то есть конкретные условия которые твои глаза должны увидеть более того есть еще уведомления алерты ты это еще и слышишь таким образом если я вижу то я действую так вижу дело вижу дело вижу дело мани менеджмент риск менеджмент полностью делегирован вот этому роботу один раз настроил и забыл потому что это рутинный процесс тебе постоянно нужно рассчитывать объем тебе постоянно нужно ставить стоп атаки без этого нельзя так почему бы это не автоматизировать таким образом чтобы раз поставил и забыл а не дергался не думаю каждый раз блин какой мне объем здесь брать а здесь пункт столько стоит а здесь я соблюдаю риски не получается там не этот чтобы маржин кола не было да или хватает у меня средств на позицию не превышали я риск вот эти все вопросы не нужно себе задавать потому что это все в роботе есть более того он мониторит можно ли тебе открыть позицию если про тебя несколько сделок уже открыто может быть твой ауди позит не позволит тебе открыть больше а ты если сам откроешь ты можешь шлепнуть там еще что-то но в рамках тех правил риск менеджмента которые есть тебе больше нельзя это и сдерживающий фактор а тут ситуация когда бывают дни просто за один день может там послевать кучу денег здесь это просто невозможно ты не можешь слить депозит торгует таким образом ездят с этим мы определились это база это я называю первый уровень или пакет старт это так старт старт то есть по факту здесь можно вот эти авто паттерны находить самому в базовой версии есть инструкции в про версии они автоматически находятся соответственно про версии более апгрейд если возьмем версию basic бросим сюда не буду его включать просто посмотрите прокручу ведь и да здесь просто отсутствует авто паттерн уровне поддержки тиси бойся где у меня уровня волатильности вот они уровня волатильности раздел точки здесь все то же самое кроме авто паттерн авто паттерны сюда не входят теперь у вас также будет включена методичка где все расписано еще раз чтобы в любой момент могли подглянуть заглянуть посмотреть все ли правильно вы делаете это база но в дальнейшем уже прошло без малого там 3-4 года после того как я эту систему организовал все запрограммировал сделал все отлично работало я понял что мне не хватает масштаба что такое не хватает масштаба это значит что использовать вот эти и другие критерии своей торговой системы на огромном количестве рынков ведь я как трейдер могу ну скажем взять например да сделать вот такую мозаику ну то есть вот обзор рынка например выбрать символ золото например там нефть взять и за евро доллар ну любой абсолютно и вот таким образом сделать вот так поставить в угол их всех или там я не за но 5 символов возьмете 23 под по опыту ну 23 где-то можно трейдер может работать с двумя тремя то есть торгует два сигнала вот то что я описал поворотные точки и тренд и на это делает на 2 3 символов можно попробовать к 45 но я не думаю что трейдер их сможет охватить потому что человеческий глаз он моменте не может и туда и туда и туда смотреть это будет приводить к хаосу что сейчас собственно говоря ваш торговли происходит скорее всего хаос не понимание того что как сделать профит не понимаем того как преодолеть свои эмоции до победить свои эмоции хотя этого не нужно делать достаточно внедрить эту формулу и действовать последовательно до эмоции просто отойдет на второй план потому что правый край графикой станет понятнее вам понятнее а когда он непонятный естественно возникает стресс страх это провоцирует импульсивные действия вот и все вот нет никаких здесь секретов плане того почему вы эмоциональный трейдер или почему вы саботируете свои сделки именно из-за того что вам непонятно что делать с правой стороны график но когда у тебя есть вот это 1 2 3 четко формула торговли четкая торговая система где каждое условие понятны тогда с репетиции еще раз еще раз обычно требуется несколько недель трейдера чтобы уже получить первые внушительные результаты в плане улучшения дисциплины и понимание того что делать правый край график теперь вот таким образом поставил вот как раньше был у меня до когда скажем я вот только-только сделать систему вот так это все выглядело я садился и работу немножко дам больше информации по поводу того что когда лучше работать если вы intraday трейдера лучше работать на открытие рынка бирже там если вы торгуете например на мосбирже то это тоже самое да здесь вся формула для мосбирже такая же в 10 часов по москве мосбирже открывается сел там до 12 если европа тоже примерно в это время до 12 если американская сессия нью-йорк то по москве это будет там с 15 30 16 до 18 18 30 вот стараться в это время торговать лучше то есть я открывал в это время графики садился у меня был минутный таймфрейм еще раз если вы не торгуете на минутке или торгуйте вы позиционно на часовых графиках никакой проблемы нет вы переходите на часовой график и вам столько конечно не надо сидеть два часа в этом раза в день 15 метод делили посмотрели ключевые точки не для себя отметили где вы будете входить и все когда цена подошла приняли решение но если вы intraday трейдер примерно на процентов 70 сейчас внутри дневных трейдеров кто торгует утром кому удобно вечером торговать не принципиально у европы есть сигналы в америку есть сигналы когда вам удобно кто-то торгует на 5 минутки то есть то же самое будет да на m5 без изменений и я предпочитаю минутный график то есть у меня все на m1 стоит вот здесь ведь все символы на m1 и можно сделать например разный портфель у тебя стоит эфир евро иена золото ну например это еще раз не не так обязательно нефть все или зная вот эти критерии загадываешь методичку и начинаешь работать репетируешь 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 как поворотные точки так и трендовые и будет сигналов более чем достаточно торгуя а даже два-три символа таких самых горячих ликвидных если это рынок акции но это может быть и не быть и самые активные голубые фишки или может быть фичи на бирже и так далее ли крипто ну там bitcoin эфир смотря где условия и по спредом приемлемы монеты может какие-то да если а вы торгуете крипту то есть это универсальный подход есть и вот я так работал работал долгое время потом понял что мне не хватает масштаба что я вот сижу эти два символа торгую это великолепно я уже достаточно набил руку у меня уже есть внутренняя уверенность все мне нужно идти дальше я начал думать над тем как вот это дайте все скажем так ситуации объединить и чтобы я их мог в моменте на других символах тоже видеть да то есть на других символах робот бы искал сигналы скажем так я начал думать над автоматизации торговой системы то есть внедрение торговой системы в робот то есть наделить робот функциональными возможностями да чтобы он искал вот эти сигнал два сигналы и несколько некоторое время назад я разработал самую на мой взгляд эффективную самый эффективный индикатор самый эффективный индикатор из всех которые когда-либо приходили это никак не обесценивает то о чем я говорил безусловно это все основа круто но один из самых топовых индикаторов это осциллятор смарт умный осциллятор то есть когда я создавал вот эти алгоритмы сейчас до них дойдем которые собственно говоря эти правила которые мы разобрали анализирует на большом количестве рынков я параллельно разработала индикатор smart осциллятор smart как вам больше нравится то же самое его основное назначение в том что он позволяет и более точно более эффективно то есть это уже такое еще до в более высокий уровень находить и поворотные точки и в то же время тренды фильтруя много шума вот его основное назначение вот его основная сила в чем он фильтрует еще больше шуму потому что рынки двигаются постоянно то там то там взлетел то там упала там может быть сигнал тут а вот он все очищает и все становится понятно то есть это такой вот скажем ключевой фильтр и в то же время отличный сигнальный индикатор не похожий ни на один другой в плане своих сигналов и является полностью авторским потому что это пришло из моей головы это не где-то я у кого-то слезал взял это вот именно с нуля по моим скажем так критерием написанный осциллятор он использует в основе своей волатильность это очень такой важный параметр поэтому мы смогли это волатильность так сделать чтобы при определенных положений гистограмм у нас реально были очень точные входы в рынок как на разворот так и по тренду и ряд других условий которые тоже заложены чем это полностью авторская разработка причем такого очень высокого уровня теперь если мы коротко пробежимся по настройкам здесь все готовить вообще блок маленький если в тех индикаторах вы видели кучу настроек то здесь их никаких нет почему потому что все внутри скрыто все сделано так как должно быть чтобы трейдер ничего не напортачил ничего не трогал потому что все вот готово единственное что мы делаем можем менять вот этот параметр таймфрейм от как раз я говорил об этом когда мы разбирали уровне поддержки весь если мы не торгуем на минутке мы просто здесь меняем например на каком вы работаете но 5 минут когда вы торгуете внутри дня вы меняете на 15 вы торгуете например на 15 минутки или на часах вы меняете на 4 часа и вот в такой пропорции идете здесь опять же таки универсально никаких ограничений ограничений нет по умолчанию для минутного графика все настроено потому что мы работаем на минутке все готово с этим понятно есть теперь финальный этап эволюции это роботы-советники то есть роботы-советники это по факту ваши глаза которые они берут вот эти критерии торговой системы smart осциллятор в определенной четкой последовательности понятно что там больше у робота возможности чем у нас у людей он может больше отфильтровать он может оценить огромный объем данных как искусственный интеллект да он может повторять наши действия наш анализ который нужен то есть абсолютно таким же образом действовать но учитывать больше факторов рыночных собирать больше данных и и давать нам только самоотфильтрованную исчерпывающую информацию вот в чем сумасшедшее преимущество робота-советника то есть это и торговая система и поисковик сигналов на вот этих что самое интересное всех символов которые в обзоре есть их может быть 50 100 200 300 тысяч символов робот может их мониторить пока вы сидите скажем так но условно пьете чай вот и когда появляется ситуация совпадает по тренду или smart на разворот тогда этот символ попадает в таблицу если нет символом в таблице значит сигналов нет представляете насколько это удобно и вы можете делать на любом таймфрейме например сейчас у меня стоит на минутке трендскане например я могу перейти на пяти минутки робот через минуту выдаст сигналы которые прямо сейчас здесь сейчас актуальны пока конкретного символа если они там есть по заданным критериям еще раз настройки мы здесь не меня здесь все уже готово и это настолько упростило работу и то что ты ничего не делаешь но ты берешь вот эти все рутинные процессы полностью автоматизируешь ты минуешь вот этот момент связано с тем совпало не совпало мои критерии есть или не успел не успел а здесь не всегда вовремя здесь сейчас объективно отфильтровано без шума потому что все фильтры уже встроен все уже готова ничего трогать вам не надо настраивать не надо кроме уровне о которых я сказал в смарт осцилляторе поменять да если вы например не торгуете на минут все все остальное уже готовы и сделано и вот сейчас в реальном времени будем наблюдать если у нас появятся сигналы мы с вами вместе будем открывать сделки сегодня уже активная сессия но как вы видите сигналов нет и вот это очень круто что ты работаешь не тогда когда ты хочешь никогда тебе почудилась или ты увидел ситуацию о разворот или о тренд кажется начинается а когда реально объективная ситуация то есть это твои глаза но на сто процентов сфокусированы не уставшие не замыленный глаз не встревоженный не расстроенный не под действием какого-то вот эйфории когда например ты вчера мог кучу денег заработать все нет и на эйфории такой довольный весь который тоже может повлиять на твое решение затуманить тебя или расслабить слишком а здесь нет здесь объективно либо есть либо нет либо есть либо нет то есть он берет критерии торговой системы кластер трейдер добавляет ряд фильтров добавляет смарт осциллятор сверяет последовательность чтобы все совпало и к совпадает бум выдает я за все свои годы не знаю лучше инструмента для трейдера чтобы торговать по тренду и торгать разворот все но разворот это не контр тренд еще раз я не прекратил торговать контр тренд контр тренд это когда идет идет рынок вниз ты пытаешься поймать у нет разворот поворотная точка окончание движения но не контрат на это важно более то это может быть и по тренду поворотная точка вот как вчера вчера вечером у меня было по индексу с 5500 покажу смотрите это поворотная . поясом и было вчера вот это кажется что контратрин нет ничего подобного сужаем смотрим налево но какой же контрат на рынке никакого тренда рынок боковой но локально видится как контр тренд а это нам как раз нужно собраны кара локально полетел наверх и мы смогли с очень высокой точностью определить момент когда вот это резкое движение затухнет и как это выглядит smart ослята резко поднимается к верхушке робот советник smart сканер как раз находит этот символ то есть он не вчера подсказал что посмотри быстро на и сам пить там интересная ситуация я перехожу смотрю здесь я жду что то что уже мы обсуждали тисисел вершину да или просто тисел это более такой уже агрессивный входа когда мы сразу входим не так важно и здесь зона продаж более то если я посмотрю налево дайте так хочу чтобы поняли суть и поставлю сюда горизонталь не увидим сопротивление внимательно все то есть львиную долю вот этой вот сложная работа выполняет робот то есть робот находит уже готовую ситуацию для торговли которая имеет высокие шансы на профит и затем ты как трейдер вот эти штрихи просто добавляешь и все и в итоге у тебя получается очень надежный высоковероятный качественный вход то есть тебя не надо саму ждать когда там осциллятор на каком символе в моменте ты понимаешь на каком символе здесь сейчас произошло движение это просто не я за все свои годы не встречал более эффективного алгоритма инструмента чтобы это скажем так реально был рабочий инструмент не просто там где то где то есть где то нет и вот сейчас пока мы сидим с вами несмотря на то что вы не видите сигнал в таблице их просто нет он сейчас мониторит работает в реальном времени ищет там совпадение каждой ти каждую секунду без утомления потому что для меня например всегда было таким моментом что я могу просто не успеть не сигнал на или когда уже все там пирожки раздали ты потом только понимаешь о ну можно войти было здесь то есть я такой постфактум на мышление здесь бы мог купить здесь бы мог продать в реальном времени не успел пока чесал репу все улетел а здесь ты всегда будешь впереди других трейдеров потому что заранее знаешь где очень вероятный разворот или очень вероятный тренд может быть тренд реже происходит 25 процента времени чаще будут развороты поворотные точки это связано с тем что рынок не бывает в тренде долго да и не часто поэтому я бы сказал чуть больше сигналов мы будем видеть по смарт-сканеру чем по тренд-сканеру но когда будет по тренд-сканеру это будет очень сильный как правило тренды и у нас будет шанс поучаствовать большом ралли на если это верх и сильном падении вот вчерашний пример насел и еще был один по эфиру я не знаю торгуете эфир нас а вот здесь тоже осциллятор зашкаливает улетел паттерн тисисел short сегодня покоритесь 5 рынке еще вот кстати по поводу спят рынке одна из проблем трейдеров это переторговка вы наверняка это знаете если торгуете или если не торгуете то наверняка где-то читали слышали переторговка означает что ты очень активен тогда когда рынок пассивен но возникает вопрос а как мне понять пассивную не пассивный слабым как не отфильтровать шум опять мы возвращаемся к роботам советник потому что ты в моменте может так увидеть сигнал о кажется неплохая здесь покупка куплю не у него недостаточно проанализировав либо не успев учесть другие критерии которые есть на рынке отфильтровать отфильтровать вот этот шум и все и зашел в какую-то говенную сделку получил убыток потом еще зашел и так лосс за лоссами за день ты уже нормально так просел потерял уверенность на следующий день вообще не можешь торговать без страха и вот так вся торговля проходит вот у меня так было много лет до появления систем кластер трейдер долгое время торговал только по ней и используя ту формула которая говоря на супер эффективно до сих пор она работает и подходит для вот прям самого старта затем следующий этап это вот как раз добавление осциллятора smart которая отфильтровывать шум больше шума и появление роботов советников таких как у нас и уроду как искусственный интеллект более умных потому что они за тебя анализирует рынок ключевые параметры рутинные вот эти процессы все тяжелую работу и упрощая поиск и выявление тех ситуаций рыночных тех сигналов тех символов где вероятность заработать не больше здесь и сейчас на абсолютно любом рынке любом таймфрейме любом инструменте не важно и теперь мы ждем сигналы в онлайн режиме пока мы ждем я вам несколько ситуаций свежих покажу вчерашняя ситуация по фунт йене по тренду не кстати фунт йена восстанавливается после вчерашнего вчерашних распродаж вот смотрите вот он пошел тренд что общего вспоминаем что общего между всеми сильными трендами кажется пробой тисиба и аркадий пробой уровня с 30 минутки здесь сразу два коррекция к точкам черным до точкам черным да 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 есть закономерность 100 процентов она везде такая будет что ты пойдешь 10 лет назад год назад что через неделю такой будет то же самое еще важный момент что мы изучаем не только индикаторы поведение индикаторов мы изучаем еще и паттерны price action то есть ценовые модели закономерности в поведении цены на нашем рабочем графике на более старшем графике то есть это уже такой скажем о дополнительные штрихи ветки можно сказать вот основного столба до ствола и они тоже очень-очень могут расскажем расширить ваши возможности и позволить вам понимать лучше что делать другие трейдеры психологии других участников рынка и таким образом вы становитесь профессионалом в трейдинге потому что вы понимаете рыночные циклы вы понимаете закономерности вы понимаете ценовые паттерны потому что мы этому тоже будем уделять довольно много времени только в индикатор по индикатор сел а тому как ведет себя цена и тогда вы объединяете все скажем так ключевые аспекты используйте автоматизацию чтобы стать лучше сцепленирование и торговлю у вас наладится однозначно возникает вопрос а как реализован продукт ну то есть я его получаю пользуюсь или могу там или есть какие-то подписки в основном в зависимости естественно от каких-то акций там вариантов но в основном у нас бессрочный доступ то есть взяли купили тренд сканер или smart сканер или все вместе в пакете например да там скажем пакете про или отдельно не так важно то вы получаете как правило бессрочно то есть лицензии бессрочно вы просто когда будете на странице продукта вы можете под этим видео перейти посмотреть у вас будет написано бессрочной лицензии либо ограничение на на год например потому что есть варианты подписка на год ты в течение года пользуешься потом либо продлеваешь либо все либо бессрочно это вот сколько будешь пользоваться столько больше два варианта скажем подписка либо бессрочно вот это касается всех то есть если вы покупаете продуктом всех индикаторов касается smart осциллятор и кластер трейдер и советника и тем для всех актуально если год то для всех на год если бессрочно для всех бессрочно по поводу еще онлайн торговли хотел сказать что это вообще такое у меня есть проект который существует с 2000 с не ошибаюсь даже 17 и 16 16 даже раньше очень давно короче существует проект онлайн торговля где мои студенты клиенты которые купили индикаторы систему и у них включен был доступ на онлайн торговли они приходят и соответственно мы работаем в реальном времени вместе разбираем психологию очень много нюансов которые невозможно разобрать на теории вот я сижу с вами общаюсь в моменте когда идет онлайн торговля на ты видишь порой ситуация которая вот прямо здесь сейчас тебя ставят в определенное положение да или скажем так тебе нужно проработать рыночную ситуацию психологический момент и вот в реальном времени это очень круто что мы можем то что нельзя подготовиться к чему то есть это вот рынок может все что угодно сделать все что угодно нарисовать и это тоже прям очень полезно для трейдеров абонемент сейчас у нас на один месяц с дальнейшим продлением кому-то хватает там месяц два-три походил и принципе хорошенько прокачался получил ответы на те вопросы которые еще может быть оставались кому-то требуется больше времени это вы уже поймете походу кто-то говорит что мне неудобно ходить на онлайн торговлю то что она проходит 1630 по москве до 18 часов в американскую до сессии в самый активный период кто-то горит мне не подходит потому что работу занят никаких проблем то просто берете оба ним без абонемента потому что в личном кабинете у вас предостаточно информации тренинга все по полкам рожевана показано чтобы даже если вы этом на нулевом уровне могли вы могли самостоятельно это использовать и еще важное что для вас всегда работать техподдержка на почте инфо собака за трейдеру вы в любой момент можете написать что-то непонятно или более того когда забываю об этом говорить эта опция есть у нас есть опция тренинг по запросу это означает что если вы просматривая в личном кабинете тренинг что-то не поняли бывает же так куда или что там аркадий вот мне хотелось бы это поподробнее вы пишете на почту я записываю тренинг тренинг по запросу это абсолютно бесплатно для этого не нужно что-то еще приобретать и это мне хорошо потому что на будущее тоже люди будут интересоваться если вы заинтересовались этим вопросом и уже материал будет готов такой может быть безусловно какую-то тему вы хотите в рамках системы чтобы я раскрыл более подробно хотя там вот все уже учтено все запросы трейдеров мало ли вдруг у вас какой-то свой собственный запрос такая опция есть по поводу обновлений и лицензии я уже сказал что на бессрочное обновление включены вот например на кластер трейдер система была порядка 10-15 обновлений обновлений улучшений производительности добавление каких-то опций скорости работы и так далее очень много было обновлений и трейдеры все пусть это получали бесплатно поэтому у вас класс ртай уже в принципе обновлена достаточно там принципе только обновление под сам метод трейдер могут быть а вот тренд сканер смарт сканер там могут быть еще обновление соответственно если они будут вы их получите это будет тоже в рамках той стоимости которую вы заплатили обновлений у нас всегда включены в изначальную стоимость более того сопровождение продукта поддержка техподдержка продукта она тоже включена безо всяких там ограничений давайте сделать найти кое-что еще с вами я понимаю есть трейдеры торгующие на московской бирже вот сейчас я открою брокера на московской бирже мы посмотрим там сигналы там очень всегда много сигнал потому что на вас бирже у меня больше 100 акций даже сейчас по 150 можно еще добавить там без ограничений и фьючи там давайте посмотрим пока у нас есть немного времени пока наш любимый форекс рынок стоит загрузится метод трейдер 5 терминал это увидим я торгую на москбирже обычно здесь и до 12 на сегодня я выделил день чтобы записать для вас такое видео без москбиржи эти включу панели пропадают так отлично и давайте вот сейчас я вот так делаю в беру то есть я вот включил терминал и у меня автоматически эти окна все закроют имея автоматически робот ищет сигнал то есть мне не надо ничего там искать потому что вот они все акции это не все на самом деле но те которые здесь есть 138 штук и фичи но и гораздо больше как видите на их можно сюда еще добавить но но мне не надо за ними следить робот сам будет следить вот у нас сегодня были сигнал 3 сигнал на разворот почему потому сразу ты понимаешь что smart сканер это разворот поворотная . тренд сканер тренд все и вот набра было три сигнала озон точнее два сигнала это фьючерс на зон озон акции и мтс давайте посмотрим для начала мы проверим если у нас здесь шаблон прописаны у меня шаблон нет я пропишу шаблон 11 прописал и забыл я вам дам свой шаблон вот так это шаблон который подгружает торговую систему и все остальные правила на этом графике мы можем систему удалить не нужно сейчас они еще раз загрузить вот еще кстати один подтянулся нас а у нас интересует на покупку и вот озон 1025 я не знаю что происходило это абсолютно рандомно я знаю что 878 из 10 будет профитные сделки поэтому я открываю даже не задумываясь и не выбирая какие-то сигнал и вот я вижу озон 1025 возьмем вертикальную линию 10 часов 25 минут это вот здесь вот тут 10 часов 25 минут по озону пришла информация что озон бай что я делаю как трейдер я знаю что есть очень высока вероятность разворота я смотрю если у меня слева уровень поддержки смотрю если у меня здесь паттерн и от открывая сделку на бай все то есть мне не надо думать о том а все ли критерии хорошего рынка совпали подходящий лет рынок я знаю что здесь особенно в этом конкретном случае вероятность того что озон взлетит сейчас на два процента почти взлетел очень высок это вы уже поймете в работе в более когда глубоко копнете систему метод вы поймете что вот эта ситуация прямо вообще там очень редко бывает что не работает сигнал просто идеальный бай вот озон потом мтс например то есть я нажимаю ведь у меня моменте открывается график мтс тоже помню 10 из 25 до 10 25 мтс вот здесь вот 10 25 вот у меня здесь потом слабое дно вы его изучите я смотрю налево уровень сопротивления который становится поддержкой то есть пробили уровень коррекции то есть вот оно место для покупки мтс сегодня он резко реакция к нам вот это нужно очень высоковероятная реакция на разворот то есть вот здесь у вас четкая картинка на самом деле что позон давайте так что озон вот видите они насколько похожи эти картинки визуально видите вы начинаете к ним привыкать понимаете можно ли сказать что это против тренда нет а это может сказать что против тренда нет но это разворот локально нисходящий тренд нисходящий очень локально и робота определяет условия при которых этот нисходящий тренд будет когда рынок например вверх идет если вы не будете попадать и если такие ситуации они очень редко будут контратенка он вообще вот здесь на полу валяется на это подающего здесь купить то есть нас интересует вот это очень вероятно ситуация и в отдельных случаях это будет приводить к сумасшедшему уже тренду трендовой ситуации поэтому не торгуем против тренда мы торгуем поворотные точки это важно а вот робот нашел просто тьму сигналов по тренду я думаю почему меня на смарт-сканере мало сигнал обычно больше оказывается увидел очень много сигналов на по тренду советского сегодня сигнал все на бай весь рынок и рф зеленый я даже больше представить сколько здесь можно было профита все не взять самое интересное один из моих любимых символов это акции мечела за я люблю просто видел почти четыре процента прибавил давайте посмотрим прям вот так нажмем сейчас кнопку проверим если у нас и шаблон можем заменить шаблон на другой чтобы график был другого цвета то есть не обязательно чтобы он был серый просто серый универсальный цвет так вот у меня загрузился шаблон мечел мечел акции компании мечел сайте что делает мечел вот они коррекции к точкам смотрите коррекции к точкам коррекции здесь не дошли коррекция опять коррекция вот она кстати основная коррекция к ценности вот он бай сегодня после это он вырос на воспомин процент если есть много других акций которые но не такие известные вот ты сидишь робот по критериям системы то есть это торговая система автоматизированная робот-советник ты такой ну аэрофлот например да или м-видео ну давайте м-видео потом аэрофлот так нажали как только на графике бутик вся система все это загрузит и в моменте это увидит вот например аэрофлот ой видео ситуация на бай аэрофлот нажал ситуация на бай кстати аэрофлот подходит к уровню в зоне бай сейчас в реальном времени все готово и так каждый символ более того самое актуальное всегда наверху время появления сигнала положение цены относительно предыдущего дня тоже будем разбирать . покупки рекомендуемая область точнее покупки то же самое здесь на разворот и все готово для трейдера бери репетируя становись лучше и привносить дисциплину в свой трейдинг а за этим придут обязательно профит вот она вся торговля я вижу по тренду сигналы я вижу на разворот если по тренду много сигналов вот так то на разворот не будет сигнал или будет вот очень мало как здесь сточки все рынки находятся в трендов и фазе и нам не надо чтобы эти сигналы пересекались это очень круто потому что либо у тебя будет трендовый день вот как сегодня либо тебя будет разворотный день то есть ты будешь ты�икологать преимущественно поворотные точки либо ты преимущественно тренд вы что бы это зависит исключительно от того как рынок я роботу это поймет и все это будет в таблице этом мега удобно, ты не дергаешься, о, у меня и поворот может быть, о, у меня и тренд может быть, о, я не знаю, таких ситуаций минимум будет, это очень круто. На любом таймфрейме, без привязки к какому-то конкретному рынку, терминалу, это абсолютно аутентичный, уникальный продукт, который сейчас вы можете получить, использовать как все вместе, так и, скажем так, на базовом уровне саму систему. Продолжение следует...